Та-дам! Мои сегодняшние покупки в глобусе. Вот такая вот фиалочка досталась нам сегодня по акции. Она, конечно, выглядит очень печально. Сейчас я ее достану, поближе покажу. Вот она в таком вот виде. Мы видим, что она уже отсвела хоть где, но в целом все ее листики выглядят очень здоровыми. И они очень миленькие цветочки. Не понравились моему силу. Я сам лично выбрал из всех тех вариантов, которые там были. Стоит она всего лишь 200 рублей. Сейчас я убила вот это все лишнее, и мы ее, возможно, пересадим в другой горшок, чтобы посмотреть вообще, что у нее там внутри происходит с корнями. Второе растение было тоже по распродаже. Он стоял в миксе за 179 рублей или за 159 рублей. Называется послен декоративный. Достаточно миленькое растение, и я его решила взять из-за вот такого вот маленького-маленького цветочка, который здесь уже появился. Мне интересно, как он вырастет. Ну и, конечно, первым делом я сегодня буду смотреть, изучать информацию о том, как правильно нужно будет содержать это растение. Данный цветочек, скорее всего, я пересажу сегодня в обычную землю нашу, чтобы проверить, что там внутри нет никаких нижучков, ни плесени, корни не подгнивают у него. Потому что я вижу, что вот здесь уже некоторые листики, они пожелтели, и мне это не очень нравится. Поэтому его обязательно нужно проверить, чтобы потом в будущем этот цветочек у нас не сгнил. Конечно, я не смогла пройти мимо вот такого хлорофиту. Он называется Green Orange вроде бы. Да, Green Orange. Вот у него такой красивый оранжевый цвет вот в этих местах. Он прям очень-очень миленький. И сегодня я его немножко весь очищу. Он тоже шел как по распродаже. Рядом были цветы точно такие же, но более пышные, здоровые. Они, видимо, уже их перелили, потому что хлорофитум, они, конечно, очень выносливые растения, но все-таки не любят, когда их заливают водой. И вот у меня такое сомнение есть, что его просто залили, и поэтому у него начали жахнуть, засыхать нижние листики. Вообще, выглядит очень-очень миленько. И последнее растение, которое я сегодня купила, это Pixie. Это растение, выбрал тоже у меня мой сын. Он им очень понравился. Он очень миленько выглядит. Это Syngonium. Вот. И они такие маленькие-маленькие листики, потому что у Syngonium есть большие листики. Это такие вот прям крохотные крохотулочки. Отлично. Думаю, с того, что попроще. Снялочки. Ну да, вот тут прям беда, на самом деле, с крышками. Сейчас я его аккуратно вытащу. И если подвину поближе, покажу. Если присмотреться, вот тут видно, что некоторые прям крышки уже сгнили. Ее, видимо, очень сильно заливали, поэтому все-таки, думаю, надо ее немножко очистить. И проливать я ее не буду. Засыплю в новую сухую землю, чтобы она просыхала. Всегда, особенно если вы берете растения из глобуса или дошана, нужно их обязательно раскапать, потому что, помимо того, что они могут быть залиты, у них могут быть гнилые корни, в них еще и могут всякие друзья, всякие лишние квартиранты приезжать к вам. У меня замешана земля. Единственное, что в последний раз, когда делала замес, мне кажется, добавила мало перлита, потому что он не заканчивался. Сейчас я его немножко домешаю и уже буду использовать для того, чтобы пересадить нашу фиалочку. Решила дополнительно добавить шевер макулита, потому что он хорошо впитывает в себя влагу. Я беру самый обычный перлит, самый дешевый. Единственное, что я проверяю, конечно, только фотки, они прозрачные, не в сои, чтобы было поменьше пыли. Если будет слишком мелко и будет слишком много пыли, то оно никак не будет помогать разрыхлять землю все-таки, когда такие помочки, побольше камушки, они лучше работают. Вот смотрите, кто живет в этой земле. Фека-фека. Я сначала думала оставить какой-то кусок земли, но теперь я не просто их не ставлю. Я буду вычищать эту фиалку до самого-самого конца. Ну как, блин, так? Ужас какой. Надо ее спасать. Значит, сейчас я пойду промывать все корни, чтобы вот эта гадость не расползлась и, соответственно, наши цветы она не перешла. К сожалению, в процессе у меня отвалилось пару листиков фиалки, поэтому я решила их укоренить и поставила их в стаканчик. Ну вот, фиалка полностью очищена. Ну вот, фиалка полностью очищена. Ну вот, фиалка полностью очищена. Ну вот, что у нас получилось. Я думаю, что все должно быть у нее хорошо, потому что вот здесь листики очень-очень свежие, очень сочные. Корни у нее хорошие и она должна выжить. С Пикси будем делать то же самое, потому что как-то у меня уже нет доверия. Реклама 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 В пер Battlefield Вот здесь мы видим, что, видите, как раз уже начался процесс подгниение. Вот это надо немножко все убрать. Конечно, не зря я решила его откопать. Сейчас я пересажу его в маленький стаканчик, даже не в горшочек, а в стаканчик, и буду очень внимательно наблюдать, что будет происходить с его корнями. И вот, кстати, вот такие вот листики, это сигнал того, что растение было переувлажнено. Вот они начинают так закручиваться у них, это нехорошо. Теперь его остается еще раз пролить, будет вся вода стекать в нижнее отверстие, потому что стаканчик двойной, и можно будет контролировать процесс нарастания корней, а также то, как корни себя ведут. Вот этот горшок, который был у него, он очень большой, и то, сколько воды там скапливается, растение просто такое количество воды не успевает пить, и поэтому оно начинает загнивать. Вот я тоже до этого не сразу дошла, но большой горшок, это не всегда хорошо. На очереди пафилен декоративный. Ну, ситуация здесь. Очень много воды. Продолжение следует... Продолжение следует... Террупции... И последнее у нас осталось хлорофито. Профит? я понимаю что здесь горшочки сидит два кустика их нужно очень-очень аккуратненько отделить друг от друга вот какие замечательные длинные хорошие корни у этого хлорофитума и 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 Продолжение следует...